Полдень Анекдот? Да. А что сегодня воскресенье? Почему среда? Муж возвращается из командировки раньше времени? Рожа у Мишки начинает лосниться. Муж? Да. Раньше времени. Понятно, говорит дядя Вася. Дела все переделывал. Работник хороший. Побольше бы таких надо. А то скоро всю страну померу пустим. Разве это работа? Куда вот они смотрят? Кто? Правительство. Да ты погоди. Глаза у Мишки делаются сальные. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Ясно. Дядя Вася мотает головой и смеется. Беда. Не приготовила ничего. Моя тоже, как мне нет, дня два-три ничего не готовит. Говорит, отдыхаю от готовки. Ну вообще, что хочу сказать. Я за ней, как за каменной горой. Побольше бы таких женщин. Вот ты как хочешь. А сейчас женщины пошли балованные по всей стране. Так разве это дело? Мишка цыдит сквозь зубы. Я тебе, между прочим, анекдот рассказываю. А, извини, забыл. Ну-ну, чего там? У Мишки уже нет никакой охоты рассказывать, но теперь и не рассказывать нельзя. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Муж входит, а с женой его приятель. Понятно, говорит дядя Вася. Проведать зашел. Ну, чтобы не скучала одна. Ну. У Мишки снова начинает растекаться по роже улыбка. Для пущего эффекта он выдерживает паузу и уже готов выстрелить самой солью анекдота. Но в это время дядя Вася говорит, побольше бы таких приятелей. Каких, лыбится Мишка. Таких, объясняет дядя Вася. Сейчас вот ты хочешь обижайся, хочешь нет. Одна корысть, а не дружба. Какие-то вы все пошли прохвосты. Мишка начинает смотреть на дядю Васю из-под лобья. Раньше и не просит человека, видят худо ему, помогут. Сейчас криком кричи, никого не дозовешься. Разве это дело? Что молчишь? Сказать нечего. Приятель, между прочим, Мишка гнусно ухмыляется. В чем мать родила? Так и раньше небогато жили. Парирует дядя Вася. Делились кто чем мог. У кого ребята постарше, те отдавали соседям, у кого ребята помладше. А как еще-то? Ну ты сам посуди, своей головой-то. У Мишки на глазах появляются слезы. Жена тоже, в чем мать родила? А я тебе вот что скажу. Дядя Вася отрывается от машины. Бедность не порог. Ты вот, я думаю, зарабатываешь неплохо. А много ты родителям помогаешь? Каким родителям? Своим? Каким? Своим ты помоги, споро, а потом про чужих спрашивай. При чем здесь родители? А что, они уже ни при чем? Дядя Вася отступает от машины, в руках у него большой гаечный ключ. Уже не нужны родители, да? Чего ты, пятец и Мишка, я тебе анекдот рассказывал. Иди ты со своим анекдотом куда подальше. Мишка мнется на месте. Иди, иди, проваливай. Ну, народ, говорит Мишка, к нему со всей душой, а он тебя по матери. Хоть к такой-то матери сходи, язвит дядя Вася, и понарошки замахивается ключом. Мишка пятится, озирается в поисках справедливости, но во дворе никого нет. Полдень, жара. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...